Стрельба, драка и битые стекла. Вот так под Киевом в Пущеводице пытались выселить переселенцев из Крыма и Донбасса. Люди живут в пансионате Джирало, причем без света, газа и отопления. Переселенцев здесь порядка 200 человек, в основном это семьи с детьми. И вот сегодня к ним нагрянули крепкие парни, вооруженные молотами. Кому помешали жители пансионата, выяснял Александр Васильченко. Так сегодня началось утро переселенцев, которые уже третий год живут в пансионате Джирало, в Пущеводице. Люди говорят, группу подозрительных заметили на соседней улице. Провокациям были готовы, так как это уже не первое нападение. После того, как начали происходить выстрелы со стороны так называемых строителей, с чего они стреляли, непонятно. У меня в номере было охотничье ружье, вполне законное, я показываю дозвол на него, чтобы никто потом не перекручивал. Ружье охотничье абсолютно законное, абсолютно. После того, как порезали мне руку об стекло, я зашел в номер, собрал ружье. Это охотничье ружье, пятизарядное, берета Урика. Вышел вот на балкон и выстрелил один раз в воздух, после чего все люди разбежались. Пока жильцы отбивали нападение на центральный вход, вторая группа проникла на задний двор. Ребята накаченные, хорошо подготовленные, молоты были, молоты такие вот. И группа 20 человек осталась возле щитка и начала отключать электроэнгерию. Нападавшие, говорит Фикрет Амеков, обесточили всю пущу водицу. Попытки выселить людей начались еще год назад. Тогда, якобы, у пансионата поменялся собственник. Он заявил, что размещению людей незаконно. После этого у жильцов начались проблемы. То отопление отключат, то холодную воду, то газ, то электричество. Подобная атака на пансионат повторилась буквально неделю назад. Тогда жильцы просидели без света и тепла 4 дня. Сейчас в Джериле находится 168 людей, из них 53 ребенка. Мы связались с владельцем пансионата. Вячеслав Гаманай по телефону нам сообщил. Дескать, пытался договориться с жильцами, чтобы они съехали. Не получилось. Они не платят ни за воду, они не платили ни за газ. Они частично какую-то небольшую сумму оплатили за Киевэнерго, за электрику. На сегодняшний день долг по Киевэнерго больше 2,5 миллионов гривен. Долг по Киеводоканалу больше 300 тысяч гривен. По Киевгазу долг больше миллиона гривен. Но даже суть не в этом. На сегодняшний день там они довели пансионат до аварийного состояния. О коммунальных проблемах переселенцев знают и в Абалонской райадминистрации. И подтверждают, люди живут здесь на птичьих правах. Чиновники пытались как-то узаконить их проживание. На одном из общих сборей было запропоновано, что до договорных подставок, чтобы он, как властник юридический, заключил договор с каждым мешканцем пансионата жерла для вызначения оплаты коммунальных за электроносеи. Но заключать договоры с переселенцами собственник не стал. Неудивительно, говорят люди. Жильцы утверждают, раньше территория пансионата принадлежала Януковичу. И гамонаю она досталась якобы через коррупционные схемы. У нас есть бумага, которая подвергла, что у него купля-продажа была за 5 миллионов гривен. Когда мы посчитали, получается 735 гривен квадратный метр. Где вы купите землю здесь? Скажите. Одного из нападающих жильцы задержали самостоятельно. Его передали подоспевшим полицейским. Силовики также проверили информацию о стрельбе. Со стороны жильцов-спрессивенцев был один выстрел с гладкоствольного ружья. Кто стрелял, у этого человека есть официальное разрешение. Он стрелял в воздух. Это же главное оружие изъято. Спустя пару часов к пансионату прибыла и бригада Киевэнерго. Ремонтники устранили неполадки, но джерелок электричеству так и не подключили. Чей приказ не включать джерелок? Мы сломаем заход. Я тебе серьезно не пройдет. Подождите, вы приедете. Возмущенные люди блокируют машину ремонтной бригады. Я ничего не буду вам говорить. Все. Мы выполняем команду диспетчера. Все. Включить по станции. Включили. Уже ближе к вечеру переселенцам все-таки подключили электричество. А чтобы избежать провокаций, у пансионата оставили дежурить бригаду патрульных. Александр Васильченко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер.